Праздник Шивуот Две большие вещи произошли на этот праздник Одна вещь, это на 50-й год, после того, как они вышли из Египта 12 колен Израилевых слышали голос Божий Когда я думаю об этих 12 коленах Я имею в виду также и сектор Газа А я думаю также и немножко о секторе Газа И что такого у нас есть в секторе Газа? Есть разные кланы палестинские Один исламский джихад представляет Другой представляет джихад исламский Те были исламские джихады Братья, мусульмане, Хамас, Шмамас И прочие массы И вся эта группа Каждая из этих групп имеет свою идеологию Есть у них милиция своя И у них какое-то равновесие между ними Но также есть и много проблем И вдруг эти, которые из Хамаса говорят И вот они говорят Давайте мы порежем несколько людей Мы давно не резали людей Абумазана И яла Решили и пошли и сделали Это то, что называется кланы Отдельные племена В каком-то смысле Двенадцать колен Израилем Они были тоже где-то Немножко разделены между собой Не настолько, чтобы идти И порезать другого Но имелось в виду Вот это семья Ашера Вот это Ягуда Вот это Беньямин Каждый свои интересы хранит прежде всего И вдруг они предстают Предгорой Синай И это сила Десяти заповедей Которые они слышали Из среды огня Производит в них нечто Разрушает вот эти вот скорлупы Которые были между ними И каждый из них Он продолжает быть Сыном своего колена Но всем своим пониманием Они получают откровение Того, что они Теперь не просто племена Но они единый народ Народ Божий Представитель Бога Живого На земле Со всеми Балаганами Которые внутри есть Со всеми Вожделениями И всеми грехами Которые есть у них Но силой Торы Это вот Возможность Которая у них Появилась Для исправления Дух Божий Был на них А это Трансформация И Катастрофические Какие-то Средиозные Изменения Произошли Внутренности И дальше Мы читаем В Торе Люди Народы Которые Окружали Амуреи Хитеи И так далее Которые были Сильными Народами Вы знаете Кто такие Были Амуреи Амуреи Это были Великаны От 4 до 6 Метров И наши Наши Евреи Всего-навсего Метр 60 Метр 80 Были Как тараканы Перед этими Великанами Амуреи Эти Сказали Вдруг Мы не знаем Что нам делать С этой великой силой Говоря об Израиле Потому что Небеса Наполнили Собой Народ Израильский И По сечении Двух тысяч лет Происходит Новое чудо В Израиле Питом Орми Шамаем Руах Кодеш Йоредет Вдруг Свет С неба И Дух Святой Сходят На них Мавет Векума Минамитим Шел Ешуа Потахат Ли Исраэль Экстра Браха И Смерть Смерть Воскресение Из Мертвых Йошуа Открывает Перед Народом Израиля Новую силу Новое Благословение Дух Пророческий Дух Святой Дух Утешителя Дух Путеводителя Увдруг Сходит На тех Самых Израильтян И они В этот Самый Момент Все еще Не становятся Христианами Вау Эйзе Коах Кибальти Но Внутри Израиля Они Говорят Вау Какую силу Я почувствовал Это Абсолютно То Что Сказал Еремия В 31 Главе Что Речь Будет идти Не только О Торе Которое Написано На камнях Но Также Тора Которое Во внутренности Записано На наших сердцах И эта Сила Откровения Будет Настолько Сильна И что Они Начали Видеть Чудеса И знамения Которые Уже Делал Не Ишуа Которые Они Сами Делали И Петр Идет Замечает Что Его Тень Которая Касается Людей Она Исцеляет Больных Но Излияние Это Излияние Духа Святого Как Результат Воскресения Ишуа Из Мертвых Изменило Что Во Вселенной И Вдруг Бог Открывает Всем Народам Возможность Эти Народы Были До Сих Пор В Полной Тьме Он Позволяет Им Открывает Возможность Прилепиться К народу Израиля И Воспринять И получить Все Великие Обетования Которые Были Даны Израилю Которые Начались Во времена Авраама И Закончат Только Тогда Когда Придет Грядущий Мир Новый Мир Вы Понимаете Что Бог Обещал Израилю Может Однажды Я буду Об этом Учить Так что Излияние Духа Святого Открыло Возможность Для всех Народов Прилепиться К Израилю В дни Шевод Кроме Вот этих Двух Великих Вещей Которые Произошли Что Нам Действительно Стоит Размышлять О них Вы Знаете Что Значит Размышлять Над Священными Писаниями Немного Учить Это Немножко Больше Чем Просто Смотреть Фильм По Телевизору Первым В салме Написано Тот Кто Размышляет Тому Подробно Слово Ле Гот Тот Который Серьезно Сосредотачивается Тот Кто Средотачивается Над Моим Словом Будет Подобен Дереву Посажному Потоку Вот Я хочу Некоторым Сказать Здесь Я Хочу Что Вы Принимали Это Как Пророчество Если У вас Есть Проблема Которая Постоянно Продолжается И Никак Не Заканчивается Я Советую Один раз В день 5-10 Минут Не Просто Читать Слово Божье А Сосредоточенно Вникать В него И Вы Увидите Что 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 Начинает Изменяться Даже В вашем Теле Есть Множество Подобных Обещаний Писаний Не Просто Читать Люди Любят Вот Это Растворимый Кофе Это Для Здоровья Нехорошо Саша Борткевич Однажды Научит Вас Что И Где Нужно Взять Здоровое Чтобы Быть Примерно Как Он Но Это Возьмет Время Чуть То же Самое Со Словом Божьим Если У вас Нет Вот Этой Вовлеченности Вот Этой Способности И Наученности Вникать В Слово Божье Вы Очень Много Теряйте Подумайте О Двух Больших Вещах О Которых Я Сейчас Рассказал И Еще Одна Вещь Кто Небудь Помнит Что Народ Израиля Какую Книгу Читает В Синагогах Во Время Праздника Шивот Руд 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 Руф Зухрим Это Книгу Руф Кто-то Помнит Шеш Вау Шева Вау Коля Кавода Занахну Кеки Илама Маш Хазаким И так что Мы как Шева Семь Это Очень Хорошее Число Что Означает Фактически Полноту Так вот Мы читаем Книгу Руф Руд Почему Потому что Там Очень Важная Одна из Важных Тем Жатва Очень Странная Книга На мой Взгляд Очень Странная Это Примерно Как Читать Вдруг Агату Кристи Но Там Есть Мистика Внутри Мы Мы Не будем Сейчас Всю Книгу Читать Руф Но Вкратце Я бы Хотел Коснуться Ее И Потом Мы Вернемся К тем Важным Вещам О которых Я уже Упомянул И Вот Какой Рассказ Была Семья В Бет Лех Двое Сыновей В этой Семьи Как Это По-русски Сказать Так Себе Семейка Была Крутая Семейка Да Они были Из Лидеров Народа Оказывается Это Были Времена Судей Это Было Очень Такое Нестабильное Время Каждый Делал То Что Казалось Ему Правильным И Написано Что В Иудее Начался Голод И Теперь Скажите Мне Если Вы Очень Богат Вам Страшно Горячее Что Вам Голод Что Будет Голод В первую Очередь Касается Тех Кто Бедный Если Ты Богат Просто Не Каждый День Ходишь В ресторан А Чуть Реже И Ты Не Всеми Слугами Пользуешься Которым Ты Привык Чуть Меньше Сокращаешь Штат Но Мы Не Очень Понимаем Что Там Произошло Так Что Вот Это Благословенная Богатая Семья Они Вдруг Снимаются С места И Переходят Муав Йордим То Буквально Опускаются Кто Знает Это Выражение Йордим Опускаются Израиля И Куда Они Опускаются Не В Эти Благословенные Страны Лондон Канада И Соединенные Штаты Они Спускаются В Муав Что Это Такое Муав Что Это Такое Кто Помнит Что Такое Муав Прежде Всего Это Народ Который Был Рожден Из Кровосовместительной Связи Вы Помните И Вы Помните Когда Народ Израиля Вышел Из Египта Что Муав Сделали Нашему Народу Две Вещи Которые Они Сделали У Израиля Всегда Была При себе Вода И Ман С неба Помните Но И И Тот Научил Муав Лишло Ах Бано Муав Ле Тох Израиль Подослать Своих Дочерей В Израиль Чтобы Те Совратили Их Знут Проституция Муав Мом Муав Израиль Вы Помните Сколько Из-за Этого Погибло Через Судьи Божьи из сынов Израилевых? Нахон. 24 тысячи. Это примерно если сегодня я бы взял и снялся и пошел бы в Иран. Понимаете? Они, эта семья, сходит в Маав и они не находят ничего лучшее, как женить своих сыновей на дочерях муавицких. И мы не понимаем, что там произошло, но что-то произошло. Все мужское население этой семьи умирает, и отец, и два этих самых сына, которые женились на Миттянке. И остается жена, и она встает, Наоми ее звали. И то, что я сейчас расскажу, это не написано. Я просто свои мысли представлю вам. В это время очень рано женились, выходили замуж. 12-14 лет примерно. И очень не может быть, что когда Наоми потеряла своего мужа и двух своих сыновей, она может быть максимум была где-то ну 32 года, от 20 до 32, мы не знаем. От 28 до 32, пусть будет 35. И в Писании мы видим, что это не страшно, женщины в Танаке могут родить и в 80. И сегодня даже есть такие случаи. 35-40 только думают о том, чтобы жениться. И что же в голове происходит у Наоми? И она из грамотных. Помните, благословенная семья, богатая. И Юда Тора. Она знает Писание. И в Торе написано. И есть такой закон, который называется вот так, Ливиратский брак. Это значит, что если кто-то умирает, то тогда ближайший родственник он должен взять вместо умершего своего брата или кого-то родственника его жену для того, чтобы продолжить ему семя. Вы следите за мыслью? И она думает себе, я пойду туда, я все еще из хорошей семьи, и кто-то соответственно возьмет меня, поскольку из родственников возьмет меня. И будут у меня еще дети, другие. Это как-то в израильской песне есть. Не очень точно, но примерно. Здесь у меня родили, здесь я родилась, и здесь родились мои дети. И она пошла в сторону Израиля. И вдруг становится одна из ее невесток. Она говорит так, слушай, я тоже хочу с тобой. Она говорит, иди, расстраивай мне всю эту комбинацию. Дай мне устроить свою жизнь, потому что я еще не такая старая, как ты думаешь. Но Рут говорит, и говорит, тишми. А Рут, она говорит, послушай, у меня есть откровение. Минимум шлоша-арба паамин в Танах мы корим о нашим как Рут. И примерно три-четыре раза мы в Танахе встречаем подобных Рут-женщин. Рахель, Тамар, Тамар, Раав, зона Раав, та блудница из Ерехона и Мирьям дочь мамы Ешуа. Когда они воспринимали откровение с небес, они просто даже не думали о том, что подумают люди. Вы можете называть меня проституткой, меня кем угодно. Я получила что-то и я держусь этого. И вот Рут была из такого рода женщин. И когда в общем-то хорошо соображающая Наоми смотрит в фанатические глаза Руфи, Рут, она говорит, ну, ладно. и она делает решение. И решение стоило ей как бы жертвы. Она принимает решение пожертвовать своей собственной жизнью, устроенностью, Рут. Чтобы устроить Рут. Рут это уровень деяний Мессии. Это характер Мессии. Они возвращаются в Израиль. И у них есть земля, которая принадлежит их семье, но она необработанная долгое время, и ничего там нет. И Наоми посылает Руфи на поле, чтобы она собирала там колосси. И что думают евреи о вновь прибывшей Рут Мавитянке? Что это такое? Они были кем-то, а теперь что от них осталось? Мавит. А, да, так она еще и Мавитянка была, вот это вот, подумаешь, она невестка Наомини, но это Мавитяне, которым было запрещено входить в Израиль вообще. Это просто мусор, это не что-то что-то. Но в книге Рут мы читаем что им роим эх Рут мит наедет. Они видят насколько мудро поступает эта женщина. И что она не просто такая действительно мусор, а она знает себе цену, и она что-то есть в нем такое. В книге Рут написано что внешние люди они стали замечать в ней нечто особенное, говорить мне это особенная женщина. Однажды Наоми ей говорит послушай, сейчас время жатвы, чуть-чуть еще и оно заканчивается. И есть у нас родственник, его зовут Боас, он неженатый. Надень на себя красивое то, что у тебя есть. И попробуй произвести на него впечатление. И я не уверен насколько кошерно это было этот совет Наоми. Иногда это случается. например, мама Якова тоже дала ему некошерный совет иди просто обдури своего папу. И вот она приходит ночью там, где спит Боас. Да, эротический фильм такой. И тот, кто слушает, это надо сначала написать на видео, будет написать плюс двенадцать. И вот она садится возле Боаса и он спит. Муж состоятельный, кончается жатва, он наелся, напился, хорошие результаты. И вдруг он просыпается и видит возле него женщину. И мавитянка. Хорошие но мавитянка. Но он наверное был в курсе той самой истории, которая в свое время через Валаама вошла и эти мавитянки соблазняли израильтян. Он еще некоторые другие истории знает. Потому что он из судей израильцев. Мудрецов. Он еще хотя бы два знают, две истории такие. Он помнит, что от кровосмесительной связи рождаются дети в Муаве. И вся эта история Лота, от которого дочери забеременели, тоже было немножко странной. Потому что дочери Лота, вы помните эту историю? Содом и Гамора, вы помните? Они вдруг решили, что они единственные, кто остались в живых из всего мира. и они знали, что это ужасно, что невозможно ложиться со своим отцом, но они решили, что они единственные, кто остались из-за дочерей, и если они не принесут детей, то вымрет род человеческий. Это история Моав. И конечно, Боаз хорошо знал эту историю. И другую историю он тоже знал. Из его поколения. Он был из колена Ягода. А в племени Ягода была очень известная история подобная. Когда они продали Ягода, Ягода Меров Буша, брат, один из старших братьев Ягода, от большого стыда, отделился от других братьев, он взял себе в жены канониянку, и трех детей он родил от нее. И одного он женит на Тамар, и тот умирает. И второе он дает ей и он умирает. Остается младше и он уже боится отдавать ему, он же тоже помрет. Может быть какой-то яд в ней есть, который распространяется, что умирает его дети. Тамар и Тамар и она вообще с рельсов сходит и она одевает одеяние проститутки и она завлекает Иуду, что он ее не узнает. И от нее рождается два мальчика и старший из них по имени Перец, который пра-пра-пра-пра был дед Маши Так что он знает два вот этих балагана из рода Моавитян балаган то что мы говорили и из его собственной семьи из колена Иуда И вдруг вы представьте себе Боаз пробуждается Это я что ли? И вдруг он видит девицу Мавитянскую И она пытается что-то в красивых одеждах там такое делать И его голова хорошо работает Он знает проблемы которые были поколение и поколение назад И он решает сделать так как полагается делать народ Израиля а не вот это вот Он ее останавливает Он говорит вай 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 какое сильное решение с твоей стороны Ты не избрала себе искать юношей Ты показываешь готовность выйти замуж за такого возрасте человека что я они они макират хок левирати и закон Израиля говорит что если умирает муж женщины то из его родственников ближайший родственник его должен на ней жениться так что давайте пристанем завтра перед старейшинами и сделаем все как положено как полагается по закону я не сделаю так как он сказал и у них родился Овет и Овет был отец Ишая Ишая родил Давида царя а Давид родил дальше 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 и народился Ишуа Маши что мы учим из этого есть несколько больших вещей которые здесь можно увидеть послушайте первое в этот день дана Тора это основание и стандарт жизни второе в этот праздник изливается Дух Божий Дух Святой и он дает возможность делать все то что повелевает вам Всевышний третья вещь говорит о том что да могут быть ошибки и в вашей жизни и в жизни ваших прапрапредков но если мы принимаем на себя решение как приняли решение Рут и Боас и они решили сделать как полагается по закону не наносить ущерб святости и праведности то результат такого решения он может быть мессианским не имею ввиду что от вас родится и шуа но каждый из вас может в полноте своей стать его частью его тела месси и мы живем в очень лицемерном мире цветном цветном пардон да и не всегда не всегда вот такое все светлое и розовое иногда мы думаем что вот так а получается вот совсем вот так и праздник шивот это встать перед богом и сказать отец благодарю тебя за твою тору и за твой дух божий сейчас дай мне мудрость и дай мне способность судить все мои дела и помоги мне завтра делать лучше чем я делаю сегодня помоги мне я хочу принести тебе плоды это вкратце то о чем говорит апостол Павел шаул когда он говорит о том что бог приводит нас из тьмы в свой свет я хочу ходить в твоем свете иногда очень тяжело потому что все мое предрасположенность все что меня окружает потому что они стремятся пытаются разрушить меня это мир в котором мы живем но в писании написано укрепляйтесь потому что вы победили этот мир это шевод это сила праздника шевод шевод есть oblig Госпол Продолжение следует...